Всем привет, это Мишиманы в сегодняшнем ролике. Я бы хотел обсудить с вами изменение баланса в грядущей лиге 3.20 в Forbidden Suction и речь пойдет о проклятиях. На днях выпустили очередной манифест, в котором эта тема поднимается, обсуждается и на самом деле достаточно интересные и весьма разумные изменения нас ждут в следующей лиге. Но обо всем по порядку. Собственно, здесь есть две вещи. Первая это баланс манифеста, второй факт, который проясняет некоторые моменты, которые остались непонятны для сообщества и ответы на них дали уже более кратко. В общем, что хочется сказать. Изменения действительно интересные и основаны они на довольно простом и очень верном, на мой взгляд, соображении. Которые заключаются в том, что на данный момент, на момент 3.19 и множество лиг, которые было до этого, проклятия являются слабой механикой в тех ситуациях, когда они нужны больше всего. И при этом сильные в тех ситуациях, когда они нужны меньше всего. То есть на боссах есть уменьшение эффекта проклятий. Речь именно о хексах, не о марках. Это не касается марок никак. Марки в данных записях всех никак не фигурируют. То есть именно хекс, то что называется. Так вот, такая вот оговорка. И на боссах, на рарках и на боссах в данный момент есть снижение, вернее на уникальных и на пиннакл боссах, есть снижение эффекта проклятий. На 33 и 66 процентов соответственно. То есть вы приходите на босса, вы кидаете на него проклятие и оно должно работать лучше всего, по идее. Потому что это же босс, хорошо бы, чтобы проклятие работало сильно. Но при этом оно работает слабее, чем на остальных врагов. Это нигде напрямую не указывается, кроме всяких сайдовых ресурсов. Потому что подобные эффекты, они довольно естественные. То есть если ты приходишь на босс, в принципе ты ожидаешь, что ты по нему будешь мало урона наносить и прочее. Но тем не менее является неочевидным. Это второе соображение, что подобные дебафы, они не являются очевидными. Ты не можешь не залазить никуда на вики, ни на поэдб, подобные вещи узнать. Ну или как-то не проводя огромное количество тестирований, если ты мегамозг. Да, и поэтому первое, что изменится, это хиксы. То есть проклятие будут одинаково эффективно работать на всех монстров. В том числе на уникальных монстров и на пинакл боссов. И это очень сильный баф. Фактически это в несколько раз повышает эффективность проклятия, в принципе, против этих врагов. Это увеличивает и демедж, и дефенс. Для того, чтобы это скомпенсировать, происходит уменьшение эффекта проклятии в некоторых случаях. А именно если используется blasphemy, то есть когда вы используете ауру, проклятие в качестве ауры. И если вы используете бейн. Про бейн пояснили вот здесь вот. Да, и если вы используете хекс-тач-саппорт, то есть наложение проклятия при ударе. Такие вот моменты. То есть тем самым нам хотят сказать, что если ты хочешь кастовать руками, у тебя будет сильно очень проклятие. Если ты не хочешь кастовать руками, ты хочешь это автоматизировать, то в таком случае проклятие будет, но оно будет чуть слабее, чем раньше. Но не стоит забывать, что оно будет по-прежнему сильнее, чем раньше, если говорить о рарных монстрах или уникальных монстрах или боссах. То есть персонажи, которые используют подобным образом проклятие, все равно получат ощутимый профит с этих изменений. Единственный минус может быть в том случае, когда вы применяете проклятие на белых монстрах. Но практически нигде это не бывает полезным. То есть против белых монстров проклятие и так отлично работает. Вы можете бегать с топчейн инфиблом спокойно и по Т16 картам с модами, в вас монстры не будут особо попадать. Так что вполне возможно подобные изменения вернут актуальность использования Бласфеми, например, вместо той же Ауры Грейс. Поскольку вы будете тратить на это меньше маны. Как вариант, такое вполне может быть. И это интересный момент. Следующее изменение к проклятии коснулось Дума. Это еще одна неочевидная механика, которая была изначально создана несколько лик назад для того, чтобы как раз усилить селфкаст всякие проклятия. То есть когда вы кастуете с руки, не автоматизируя. И честно сказать, поскольку я толком не играл нормальных Хиггс Бластом, я с этой механикой вообще никак не взаимодействовал, ровно как уверен 90% игроков. И она, опять же, если ты не знаешь, что она есть, ты не поймешь. Потому что ты накидываешь проклятие. Идея Дума в том, что это проклятие, если ты накидываешь с руки, оно постепенно увеличивает свой эффект. Таким образом, ты должен ждать, чтобы этот эффект был максимум, если ты играешь через, например, Хиггс Бласт. И это, как по мне, очень неочевидная механика. И то, что от нее избавляются, это действительно хорошо. Другое дело, что от этого пострадает Хиггс Бласт, но урон ему увеличивают вдвое для того, чтобы это скомпенсировать. Будет ли подобной компенсации достаточно, вопрос хороший. Но вполне возможно, что да. То есть, в посте говорится, что топ-н, то есть, прям максимальный порог урона для Хиггс Бласта, он будет чуть ниже. Но добраться до средних значений урона будет гораздо проще. Нужно будет меньше вложений. Посмотрим в патвбилдинге после патчноутов, которые, надеюсь, выйдут как можно скорее. И тогда уже будем разбираться конкретно в циферках. Помимо прочего, анонсировали переработку некоторых уников, которые связаны с проклятиями. Показали довольно любопытное кольцо, которое называется Анафима. И особенностью данного уникального кольца является генерация пауэрчарджей, когда вы кастуете проклятие. И основной фишкой является, что количество проклятий, которое вы можете использовать, оно будет равняться максимальному количеству пауэрчарджей, который у вас может быть на персонажах. Условно говоря, в базе это 3 вместо 1. А если вы, допустим, 2 батарейки надели, ну просто в качестве примера, то уже 5 проклятий можно накладывать. Достаточно любопытное кольцо. При этом здесь в вопросах-ответах поясняли, либо где-то в комментариях, я видел, по-моему, где-то в вопросах-ответах, можно ли менять оружие, да, то есть ты поменял оружие на 2 батарейки, сделал 5 проклятий, а потом поменял обратно. Так работать не будет, и проклятие будет спадать, как только вы поменяли оружие, поскольку у вас источник этого проклятия переключился, он стал неактивен. И Харитикс Велл в качестве примера показали. Немного подзабытый уник, но, тем не менее, достаточно интересный для персонажей с проклятиями. Следующее изменение, которое довольно интересное, на мой взгляд, это изменение того, как скелится эффект проклятий, фактически это нерв курсоботов, на мой взгляд, и я не вижу в этом ничего плохого, и я не являюсь сторонником нынешнего поти-плеев под фэкзайл, потому что он слишком, слишком. Ну, то есть, это одна из причин, почему я, например, на SSF играю, потому что, играя на торговой лиге, ты постоянно знаешь, думаешь, понимаешь, тоже тот факт, что, если ты играешь в соло, то ты теряешь возможности, валюту, все что угодно, ты теряешь время, по сути, потому что самым эффективным способом игры в пота-фэкзайл на торговой лиге является игра в пати, потому что это усиливает себя экспоненциально, прибавление каждого нового члена пати дает не только огромную прибавку выживаемости, урона, но еще и лута и всего остального, то есть, этот геймплей, он гораздо более эффективный, но я не хочу играть в пати просто ради того, чтобы мне больше падало, я, может быть, хочу поиграть с друзьями, но не таким образом, примерно, как вот там с линками это было, с линг-скилами или еще что-то, то есть, я не хочу делать отдельного персонажа, чтобы жестко минмаксить все это, потому что это совсем другой геймплей, не тот, который мне нравится, вот, и в данном случае ослабление курса эффекта, это значит ослабление курса бота в первую очередь, понятное дело, что они все еще будут норм, потому что играя в пати, у тебя все равно все настолько можно минмаксить, что подобные изменения никаким образом, ну, не убьют полностью курса бота, просто сделают их чуть менее эффективными, тем не менее, для меня подобные изменения все время, я считаю положительными, для тех, кто играет на курсоботе, может быть, конечно, немного обидно, потому что они будут чуть менее эффективными, но и ладно, и да, также, ко всему прочему, есть изменения и оккультиста, многие говорят, капец, убрали, собственно, да, 15% эффекта проклятий, что же делать, как же так, но на фоне общей, огромной, огромных изменений, связанных с увеличением силы проклятий там, где они нужны, а именно на рарках, на боссах и на пинакл боссах, данное изменение, оно вполне логичное, потому что это просто, по сути, такой статичный мод, который ничего, не придает идентичности классу, вот, все основные фишки оккультиста, они останутся, останется дополнительное проклятие, останутся взрывы, и при этом как раз, ну, люди играют оккультистом не потому что тут есть 15% увеличения эффекта проклятия, ради того, чтобы у тебя были взрывы, ради того, чтобы у тебя было доп. проклятия, вот, если говорить о этих двух ветках, так что идентичность оккультиста никак подобными изменениями не затронута, однако же, Маледикшн и вот этот эффект проклятий, они просто-напросто переедут в ветку, как это было с Гошраудами, например, у Трикстера, и стоит сказать, что Гошрауды в дереве, это круто, это здорово, если будет такой же Notable, либо Keystone в дереве, который дает Маледикшн, который ты можешь взять на Инквизиторе, ты можешь взять на Элементалисте, на кому угодно, это дополнительная опция, это всегда интересно, на мой взгляд, Keystone в ветке это то, что добавляет больше простора в построении билдов, так что, опять же, не думаю, что есть хотя бы какой-то смысл паниковать по этому поводу, просто, когда вы читаете подобные изменения, не забывайте, что буквально 5 минут назад вы читали изменения, которые бафали все остальное, вот, это такой вот момент, который, мне кажется, некоторые люди упускают. Также указано, что Temporal Chain с Infibol конкретно будут несколько изменены, они, опять же, будут работать более эффективно против боссов, чем сейчас. Вульную диспейр тоже затронули, они будут несколько ослаблены, часть их сил будет перенесена, опять же, в кластеры. А, ну да, и в кластерах, и в ветке, в принципе, увеличение эффекта проклятия будет чуть ниже, к вопросу о нерфу общей силы курсоботов. В общем-то, вот и все. Можно, конечно, посмотреть здесь вопросы-ответы, но здесь, по сути, мы уже большую часть обсудили, да. Единственное, что стоит помнить, что хиксы, которые применяются с предметами курс он хит, на них, значит, не будет увеличения эффекта. В общем-то. В общем-то, да. И при этом КВДТ версия гемы никак не меняется. Вот. Это все, что я хотел рассказать. Напишите в комментариях, как вы относитесь к данным изменениям. Потому что, и будем ждать анонса Лиги. Сегодня вечером он выйдет. Уже через 11 часов. Я в это время буду спать, но с утра вместе сделаем обзор, посмотрим, почитаем, разберемся. Так что жду вас на прямой трансляции в Twitch. Я буду рано по Москве утром. Не знаю, часов 7, наверное. Плюс-минус. Будем смотреть вместе, разбираться и наслаждаться контентом, который нам предоставит ГГ в ближайшее время. Это был Мишаман. Соглядывайте в соцсети и подписывайтесь на Boosty. Всем, кто это делает, весьма благодарен. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok